Здравствуйте, мои дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодняшняя тема – корни собственной яблоня. Как не бывает? А вот и бывает. А давайте попробуем. Я думаю, что у нас у всех получится. Но для того, чтобы у нас получилась корни собственной яблоня, нам надо взять где-то материал. А где его взять? Да очень просто. Я была на даче позавчера. Снега вот так, вот клянусь вам, я кое-как пролезла. Но именно сейчас, конец января, начало февраля, нужно отправиться на дачу. И, естественно, вы должны прежде начать понимать, что вы хотите корни собственную яблоню. Почему корни собственную? Да потому что иногда купить то, что хочется, ну, просто негде, просто не у кого. А то, что мы покупаем, как правило, вдруг оказывается совсем другим сортом. Поэтому корни собственной яблоня, единственное ее страдание – это ее корневая система. Но мы же как-то справляемся с гортензиями, когда укрываем ей корневую систему. Она у нее самое слабое место. Так и корни собственной яблоня. Не надо выбирать, конечно, махины, ранетки. Они нас мало интересуют в этом смысле. Надо выбрать те крупноплодные, которые нам интересны. Проще у двухметрового дерева, да, с вот такой вот корневой системой, укрыть ее слоем в 20-30 сантиметров осенью, чтобы сохранить ее до весны. Поскольку культурная часть и на привитом дереве никак не защищена, да, единственное, что у нее прививка должна быть сделана так, чтобы снеговой покров не доставал до места прививки, был всегда ниже. Вот эта вот дикость, она именно защищает дерево. Потому что температура всегда самая низкая, либо на уровне почвы, либо по покрову снега. А культурная часть, она так и будет. Какая разница, какие корни. Корни мы будем защищать. Но нам придется отправиться в сад именно сейчас, как я уже говорила. И что мы там будем делать? Приехав на дачу, вы должны понимать, что, ну, должны, по крайней мере, помнить, что у меня вот это такая яблоня, это такая яблоня, это такая груша, это вот такая. И выбрав из них то, что вашему сердцу мило, вы должны подойти к дереву, по сугробу, конечно, в другие времена это не получится, и выбрать однолетний прирост. Он может быть таким, может быть таким, разницы нет. Я специально утром нарезала веточек ивы, для того, чтобы вам это показать. А вот веточки ивы, скорее всего, вам пригодятся. По крайней мере, вот такие, потолще и помощнее. Значит, это однолетний прирост. Он, естественно, растет на яблоне, откуда-то там от ствола. Я его возьму в руки, чтобы мне удобнее было рассказать и показать то, что нам предлагают опытники с великим опытом, знающие люди. Мне очень понравилось это предложение сделать корни собственную яблоню. И смотрите, что надо сделать. Вот та ветка, которая сейчас на морозе находится, конечно, хотелось бы, чтобы оттепель наступила. Тогда все ветви дерева становятся такими вот гнущимися, потому что нам придется делать заломы. Вот черенок, который нам понадобится, должен быть примерно, ну, вот такой вот длины. И на нем должно быть несколько почек, естественно. И мы должны не просто заломать. Вот я держу очень крепко и старательно очень сохраняю залом так, чтобы внутри он ломается, а вот чисто на, господи, как это называется, на коре, кора это называется, вот, а кора не должна порваться. Это очень трудно. Ну, даже если она надорвалась чуток, там на даче это будет простительно. Смотрите, я сделала вот так, а теперь вот в этой, значит, у этого черенка, у этой части, я сделаю в обратную сторону. И я опять не порвала кору, я молодец. И еще раз. То есть это уже три черенка и последний. И последний вот так. А теперь что нужно сделать дальше? Не просто заломать. Ага, если бы все было так просто. Посмотрите, у меня получился вот такой заборчик. Ой, ну вот, немножко подорвала. Он должен выглядеть вот так, смотрите. Но как его сохранить в таком виде? И мы берем вот такую, либо поменьше, все зависит от того, сколько у нас будет вот этих вот перегибчиков. И мы должны это привязать. Мне очень хочется вам показать окончательно, как это должно выглядеть. Привязываем крепко, либо приматываем изолентой обратной стороной, не липкой. Вот, знаете, руки уже, наверное, не те. Но я попробую связать так, чтобы вам было понятно. Но там, на даче, вы должны помнить, фиксация должна быть стопроцентной. Никаких, но иначе ничего не получится. Теперь это нужно привязать и здесь. То есть сгибаем, насколько это возможно, да. Так, чтобы у нас... И вот так мы должны зафиксировать. Прямо на ветке. И оставить это до того момента, когда начнется интенсивное сокодвижение. И потом мы уже можем позволить себе взять и разрезать вот эту гармошку. Вот я ее держу. Да, ее надо связать. Ну, уже не буду связывать. Вы поняли принцип, да, что я от вас хочу. Посмотрите, каким материалом у вас получится лучше. Будет ли это изолента липкой стороной вверх. Вы потом не отдерете все это. И она не должна, конечно, иметь свободного хода. Это должно быть зафиксировано вот так вот. Ну, может быть, сейчас это будет понятно совсем. Вот таким образом. Но фиксировать вот здесь тоже обязательно. Понимаете, она должна быть неподвижной. Ну, возьмите бинт в конце-то концов. Что это, проблема что ли? На самом деле ведь нет. Ну вот, кажется, получилось. Но когда вы приедете и начнется очень сильное сокодвижение, вам нужно будет отрезать ее, да, развязать, снять и разрезать ее на вот такие вот черенки. Не забудьте, что у черенка есть верх и есть низ. Отпустим все это дело. Я возьму один черенок. Вы всю палочку разрежете. Не надо думать, что вам это не понадобится. Понадобится, потому что нет же гарантии, что там прям хотя бы один приживется. Хотелось бы, чтобы все прижились. Вот. Разрезаем все это дело. А теперь, как у всех черенков на свете, есть правила, которые вам придется соблюдать. Чтобы было видно, уберу вот так. Вот смотрите, 4 черенка. Значит, почки смотрят вверх. Вот эта часть обрезается прямо, часть нижняя обрезается вот так. Видите? Наискосок. Значит, верхняя прямо, нижняя наискосок. Надо делать острым секатором или очень хорошим ножом острым. Прививочные ножи, как правило, выдерживают. Значит, почки вверх, здесь прямо, а здесь наискосок. Ну, этот черенок слабоват, но все равно я его все-таки обрежу. Он очень мягкий. Вряд ли он что-нибудь там образует. Значит, эти черенки косым срезом вниз. Вот они, косые срезы. Мы должны поставить с вами минимум, минимум на 24 часа в гетероауксин. Или это корневин, или это укоренитель. Там во всех трех мною названных веществах находятся, в трех препаратах находятся те вещества, которые как раз и будут очень активно вызывать у растения образование корней. Раз лишили растения подпитки из мамы, из дерева, естественно, пока там будет жизнь, растение будет пытаться сохранить ее. И наша с вами задача помочь в этом нашем черенкам. Когда они отстоят 24 часа, тогда берем корневин в виде пудры. И чуть влажные черенки опудриваем в этом корневине и высаживаем сразу на землю. В сад, разумеется. Ставим рядом палку с флажком, что там за сорт, когда это все посажено. И, естественно, прикрываем хотя бы кусочком укрывного, потому что перегрев никому не нужен. Ни собаки, ни кошки не нужны, которые снесут это. И очень тщательно следим за этим черенком. Если все пойдет правильно, к концу сезона у вас уже будет деревце вот такое. И потом... У меня руки чешутся. Я прям не могу уже. Мне уже на дачу надо. А я тут сижу с черенками, елки-иголки. Поэтому я вас очень прошу. Мы же не хлебом единым живы, правда? Давайте попробуем сделать это. Это очень интересно. Ну, это вот из серии народное творчество. Я надеюсь, что вам все видно и понятно. И что я не очень бестолково объясняю. Но если что-то не так, пишите, звоните. Я попытаюсь объяснить это на словах. Ну, а пока до свидания. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok